Добрый день, уважаемые новоселы! На связи Азар Кубайдулин. Приветствую вас из салона «Розет», которая расположена по адресу Кирова 34. Здесь вы найдете шикарный набор любых видов отделочных, финишных материалов, и обои, и краску, и многое-многое другое. Очень рекомендую. Хочу вам представить Лилию Давлидгарееву, дизайнера и руководитель школы Торшет. Она вам расскажет, как правильно сочетать сайтам и кире. Добрый день, друзья, дорогие новоселы, и все те, кто присоединился к нашему эфиру. Сегодня мы поговорим на тему цвета. Вот уже более 10 лет я создаю для наших клиентов красивый интерьер. И, конечно, вопрос цвета – это основной вопрос, потому что первое, что мы видим, когда приходим в квартиру, – это цвет. Вспомните те чувства, которые вы испытывали, когда только купили квартиру. Это была радость и эйфория. Вы хотели создать что-то невероятно красивое, смотрели картинки в интернете, рассматривали различные обои, выбирали цвета и начинаете путаться, запутываться, что же вы хотите на самом деле. И тут начинаются муки выбора. Это действительно мучительный процесс. И если даже вы определились на каком-то выборе, решили, то у вас начинает таиться сомнение, а вдруг то, что я выбрал, как-то будет не сочетаться. Хорошо, если вы работаете с дизайнером, потому что много головной боли с вас снято. Если же вы работаете один, то вам нужно как минимум обладать большим количеством времени. Вам нужно, должно нравиться это, то, что вы делаете, весь этот строительный процесс. И вы должны быть готовы к тому, что если даже у вас что-то пойдет не так, или не получится, или будет в конце концов что-то не сочетаться, вы готовы, должны будете это принять, принять с благодарностью и радостью. Но если вы работаете с дизайнером, конечно, все гораздо проще и легче. И моя задача сегодня вам подсказать те приемы, которыми пользуемся мы, чтобы вы избежали многих ошибок, чтобы вам было легче подобрять свет в своей квартире, засочетать их с обоими, с текстилями, и чтобы все это смотрелось гармонично. Предположим, что вы боитесь света. И чаще всего к нам приходят клиенты, которые просят нам сделать интерьер просто в бежевых тонах. Классически, стандартно. И это понятно, потому что у друзей примерно бежевые оттенки. Большинство из нас боязнь цвета. И поэтому мы считаем, что нейтральный интерьер сделать проще и интересен. Но на самом деле, в таком случае, можно нарваться на следующие ошибочки. Что у вас все бежевенькое, все красивое, вроде бы хорошо, но чего-то не хватает. Не хватает какой-то изюминки, яркости, контраста. И в таком случае я предлагаю своим клиентам, и предлагаю вам принять это как за первый прием, что если вы делаете монохромный интерьер в одной тональности, то важно играть на фактурах. Глянцевые поверхности, матовые, шершавые, какие-то разные фактуры обоев, текстиля и так далее. Пархат, атлас. Когда у вас происходит разнообразие текстур, глаз не цепляет и не считает этот интерьер монотоном. Он видит различия, и интерьер становится вкусным. Ну и, конечно, про акценты не стоит забывать. Следующее, что я могу сказать про монотонные интерьеры, про монохромные и, кстати, про бежевые. На самом деле, это непростая задача, потому что оттенков бежевого масса миллионы, да, и здесь важно, чтобы тот оттенок бежевого, основной, который вы выбрали, он сочетался со всеми остальными бежевыми поверхностями. И если мы, допустим, посмотрим, то у нас бежевый может уходить в теплую гамму, в холодную гамму, какой-то розовит. В другом бежевом есть желтые оттенки, даже есть немножко фисташковые, зеленые оттенки. И вот если это будет такая солянка, то интерьер не будет казаться гармоничным. Поэтому сочетайте бежевые оттенки в одной тональности, но разной насыщенности. Чуть светлее, чуть темнее, но чтобы цвет основной был все-таки один, какой-то определенный бежевый. Если он с розовым оттенком, значит вся бежевая гамма немножко уходит в розовый. Если это фисташковые или сливочные желтые оттенки, то это все одна гамма. Тогда интерьер у вас получится красивым. И еще, что касается бежевого. Не стоит подбирать бежевую плитку к бежевому луминату, потому что это практически безпроигрышный вариант, потому что здесь лучше сыграть на контрасте, будет и интереснее, и красивее, и легче гораздо, потому что вы не сможете подобрать цвет плитки таким же бежевым, как и цвет вашего инопольного покрытия в основном помещении. Если вы рассматривали много картинок в интернете, то могли заметить, что интерьеры чаще всего отличаются по своей светлоте. Есть интерьеры очень светлые, воздушные, есть более насыщенные, яркие цвета, большое сочетание цветов, гуйства, красок. Есть интерьеры темные, что сейчас очень актуально и модно. Так вот, работать в светлом диапазоне очень легко. И вы не сможете допустить никаких ошибок, если будете использовать в своем интерьере любые светлые тона. Например, светло-зеленый, писташковый, розовый, нежно-голубые оттенки, лиловые оттенки. То есть все, что светлое, разбеленное, оно все между собой будет хорошо, грамманично сочетаться. И это подойдет для спальни прекрасно, для какой-то детской, для девочки. Такой нежный интерьер получится. Пожалуйста, используйте все цвета. Если мы рассмотрим интерьеры в среднем диапазоне, то есть это такие у нас уже насыщенные оттенки, здесь, конечно, сочетать немножко сложнее, но тоже возможно. Знаем определенные законы, знаем определенные правила. Не буду вас загружать очень сильно пропорциями и различными золотыми сечениями, но если мы с вами посмотрим, допустим, на сочетание трех цветов, то просто примитесь себе за такое правило, за прием, что одного цвета должно быть больше всего. И это, как правило, цвет оттенок, который используется на стенах, на больших поверхностях, это на поле и покрытие и так далее. Должен быть второй цвет, который будет чуть меньше его, это второй дополнительный цвет, но он также хорошо и много представлен в интерьере. Это может быть цвет текстиля, обивки дивана и другие предметы интерьера. И какой-то цвет акцентный. Это может быть совершенно любой цвет, потому что три цвета будут всегда сочетаться, главное соблюсти эти пропорции. И это как вишенка на торте, то есть какое-то такое яркое пятно. И чтобы это пятно было не случайно в вашем интерьере, будет хорошо его, назовем так, привязать. То есть, например, у вас какая-то красная акцентная вазочка, какой-то цвет есть, например, красная подушка, допустим, на диване, и какая-то кисточка, например, на шторах. То есть у вас этот цвет акцентный, он есть, его мало, он к себе притягивает внимание, он очень вкусный, должен быть сочный, но он повторяется как рефлекс, и тогда интерьер будет гармонично сочетаться. Еще такой прием может быть, что если вы берете, например, какую-то картину, и в этой картине есть определенные оттенки, тогда вы с этой картиной можете брать любые цвета, в тех же пропорции, одного цвета много, второго чуть меньше, и акцент, да, и все это будет у вас гармонично сочетаться, потому что картина, она соберет все эти оттенки воедино. Такой прием очень легко, и вы сможете использовать сами. И, конечно, у нас еще есть интерьер темных тонов, такие насыщенные, это больше подойдет в кабинеты мужчинам, или такие спальни какие-то, интимные, бадуарные такие комнаты, приватные пространства. И, конечно, если вы решаете интерьер сделать в темных тонах, у вас должно быть хорошо продумано освещение, потому что темный свет, он на самом деле очень глубокий, и он нисколько не уменьшает пространство, как многим кажется, что светлое расширяет, а темно уменьшает пространство. Нет, здесь появляется определенная глубина, насыщенность, стены как будто бы растворяются, непонятен даже размер комнаты. И сейчас нет тенденции к тому, что цвет напольного покрытия, цвет стен, цвет дверей, цвет потолка могут быть выкрашены в один темный цвет. И это очень смотрится интересно. Конечно, без дизайнера я вам не рекомендую таким интерьерами пользоваться, потому что если вы к этому не готовы, то, конечно, будет сложно привыкнуть, но можно. И в таком случае, конечно, даже если у вас такой темный интерьер, нужно использовать обязательно какой-то яркий, насыщенный цвет. цветовые сочетания могут быть совершенно различные. Если вы позволите, я вам покажу на примере, как это можно сочетать. Итак, давайте теперь посмотрим, как все это работает на практике. Когда я пришла в первый раз в салон, для клиентов решила подобрать интерьер детской, в салон розыгрышной, как раз мы сейчас здесь находимся, я выбрала вот такие обои. Да, то есть мне важно было, чтобы это были светлые обои. И я выбрала таких замечательных плюсиков, у которых есть красные шапочки, как акцент, про которые мы с вами говорили. Есть основной белый фон, да, у нас светлый. Есть второй дополнительный цвет, такой коричневый, задымленный, серо-коричневый оттенок. Но при этом он достаточно теплый. Какая подборка у нас получилась? И какие цвета мы решили использовать для интерьера? Конечно, у нас это панно с собачками. Никогда не рекомендую все выклеивать на них обои, потому что тогда нет какой-то игры в интерьере. Тогда все кажется банальным и немножко скучным. Если вы выделяете зоны, то интерьер наполняется какой-то жизнью, и он становится интересным. Так вот, мы это панно решили использовать в зоне за диваном для детской. И все цвета мы вытащили на самом деле из этих обоев. Давайте посмотрим. У нас есть красный, желтый и такой коричневый. То есть вот эти те оттенки, которые на самом деле изначально были задуманы в проекте. Если бы я сразу показала клиенту, и сказала, что у вас это все будет в детской, наверняка бы клиент сказал, что вы, Лилия, так ярко этого красного, мы боимся, потому что почему-то красному цвету есть какая-то такая осторожность, он кажется каким-то бадуарным, немножко недомашним. Но тем не менее, я предложила такое решение, и как мы это засочетали. Вот у нас есть акцентная стена с обоями, есть основной цвет стен, есть цвет для декора, для подушек, и как раз вот у нас цвет для декора, он перешел в текстиль, в акценты. Также желтый цвет горчичный такой перешел на подушке к клиентам. В шторы мы добавили те же самые оценки горчичные, которые у нас с вами есть, и коричневый такой теплый, насыщенный как раз как у нас элементы на собачек, на нашем, да, цвет в изображении собачек. Вот, и таким образом, несмотря на то, что эти цвета, казалось бы, яркие, и достаточно насыщенные, интерьер не кажется перегруженным, а все сочетается в нем, благодаря тому, что в этих обоях все эти цвета присутствуют. Ну, и, конечно, тема собачек, да, она у нас хорошо продлилась дальше. Мы нашли потрясающие шторы, которые, не шторы, а текстиль для подушечек тоже, которые у нас на тему собачек, и такие милые сервички, которые разбавляют своей динамикой. И, если вы обратите внимание, что цвет наших сервичек, он, конечно, совпадает с теми тонами коричневого, который присутствует как в обоях, так и в текстиле. То есть задача дизайнера, и ваша задача, если вы работаете без дизайнера, суметь все собрать в одну единую концепцию, в одну вкусную картинку, где тональности по цветам, конечно, будут сочетаться. Поэтому, если вы купили квартиру и планируете ремонт, то, конечно, в первую очередь, я бы порекомендовала вам посидеть, вот, пособирать цвета, которые вам нравятся, цветовые сочетания, определиться с тем цветом, который у вас будет самый основной, выбирайте нейтральный, как я уже говорила, выберите какой-то акцентный цвет для себя и поэкспериментируйте. Если все-таки вы сомневаетесь в своих способностях или что-то вас пугает, настораживает, и вы чувствуете какую-то неуверенность, вам нужна поддержка, профессионал, то, конечно, вы можете прийти к нам, можете прийти к нам за проектом, можете обратиться к нам в школу дизайна на обучение. У нас есть прекрасный курс, который предполагает подготовку проекта именно вашей квартиры. Это очень интересно, это курс для новоселов, мы учим вас, как раз с вами разрабатываем концепцию вашего интерьера, выбираем цвета, продумываем планировку вашей квартиры, где у вас будет диванная зона, где что будет располагаться, где как расширить санузел, потому что это актуальная задача для многих новоселов и для многих клиентов, которые к нам обращаются, чтобы все было функционально, комфортно и, конечно, гармонично в вашем интерьере. Таким образом, вы получаете такой экспресс-курс обучения, это очень не проходит легко, весело, интересно, и вы не просто учитесь там чему-то, да, вы конкретно делаете дизайн-проект, но с нашей помощью, с нашей поддержкой, где мы помогаем вам, и у вас этот процесс проходит гораздо быстрее, легче и интереснее. И, конечно же, я вас приглашаю на курс Казаду, который вам подскажет, как работать с бригадой, как ее правильно выбрать, как проверить и принять работы, выполненные строителями, и не допустить страшных-страшных там вещей, чтобы у вас, не дай бог, подекли трубы, или еще какая-то неприятность случилась. Всего этого нужно обязательно избежать на этапе, начальном, на самом начальном этапе, где вы только закладываете сантехнику, отопление, электрику. Поэтому приходите к нам, обучайтесь, и мы будем рады общаться с вами. Прежде чем приступать к покраске, очень важно правильно подготовить не стену. Дело в том, что шпаклевка шпаклевки рознь. Различает стартую шпаклевку, которая достаточна для того, чтобы наклеить на нее толстые обои, и финишную шпаклевку, которую обязательно нужно применять для того, чтобы получить ровную поверхность. Дело в том, что краска не скроет даже мельчайшей неровности стены размером толщиной с волос. Поэтому прежде чем приступать к окрашиванию стен или потолка, у вас поверхность должна быть идеально ровная. Для этого используются так называемые финишные шпаклевки. Это своеобразная паста, она уже разведена в нужном количестве водой и готова к применению. Она позволяет выравнивать поверхность стены до идеальной гладкости. А проверить это очень легко. Проверять нужно обязательно в темное время, то есть вечером, в сумерках или ночью. Возьмите фонарик даже от своего мобильного телефона и направьте косым лучом к поверхности, которую вы проверяете. Все мельчайшие неровности ямки выпаянены сразу же проявятся. Так вот, когда вам маляр-шпаклевщик штукатурс дает вашу стену, вечером обязательно проверьте сначала с помощью фонарика, насколько она ровная и только потом с ним расплачивайте. Деньшная шпаклевка это очень сложный, трудоемкий процесс, который могут осуществить только самые лучшие мастера. Он включает в себя нанесение нескольких слоев шпаклевки на поверхность, зашкуривание каждого слоя грунтовку. И так вот делают до тех пор, пока стена не станет идеально ровный. Конечно, это очень дорого, потому что занимает много сил и времени, но вы можете сэкономить. Допустим, если у вас соответствующий стиль, например, лофт, вам не обязательно выглаживать стену до идеального блеска. Вы можете взять стену после штукатурки, после стартовой шпаклевки и покрасить ее тем цветом, который вам нравится. Другой способ сэкономить, это использовать обои под покраску. Здесь выделяют два вида основных обоев. Первый это толстый флизелин плотностью где-то не менее 250 грамм на квадратный метр. Сначала готовят стену под обои, потом наклеивают на стену толстый флизелин, прошпаклевывают все швы между полосами и потом все это тщательно красят. И вы получите эффект примерно такой, как будто вы несколько слоев прошли с финишной спаклевкой. Второй способ сэкономить это использовать обои под покраску. В основном это стеклообои, которые имеют фактуру, но их не так много, к сожалению, елочка, рогожка, что-то еще. Я вам рекомендую использовать экологичные краски. К ним обычно относят водоэмульсионные краски. Состав водоэмульсионной краски это эмульсия, растворенная водой. После того, как вода высыхает, эмульсия превращается в полимерную пленку, она позволяет стенам дышать, и вам никогда не будет душно в такой комнате. Их рекомендуют в первую очередь для жилых помещений. Во влажных и мокрых помещениях, а также в холодных помещениях используют специальные виды краски, которые не боятся сырости. Это могут быть фасадные краски или, допустим, краски с использованием силикона. они покрывают стену влагозащитной пленкой, и здесь у вас никогда не образуется блесень. Проблемными зонами можно считать места примыкания, там, где два цвета сочетаются друг с другом. Допустим, это те места, где стена сходится с потолком, либо место, где один цвет переходит с другой. Видеть в этом месте ровную полосу, идеально ровную. не всегда это получается. Для того, чтобы получить идеально ровную линию, конечно, в первую очередь нужно идеально выравнивать стену. Но если у вас стены уже выравнены, это не дает вам гарантии, что у вас получится идеальная покраска. В этих случаях используют специально малярный скотч. Его проклеивают ровной полосой в местах примыкания. Сначала красят ту сторону, которая не укрыта скотча, потом этот скотч снимают и окрашивают таким же способом другую часть. Здесь очень важно профессионализм, мастерство маляра, потому что только опытный человек сможет приклеить настолько скотч ровно и плотно, чтобы не было никаких подтеков. Особенно это критично, когда вы красите потолок, а потом после этого красите стены. Подтеки от краски на потолке очень легко могут попасть на стены. Следите за этим внимательно. и конечно на всякий случай уже скажу, вдруг кто забыл, сначала мы красим стены, а потом уже клеим обои. Это очень важно, потому что при покраске обои вы неизбежно испачкаете. Итак, давайте резюмируем. Я вам хочу рекомендовать соблюдать три правила. Первое. Перед тем, как приступить к покраске, вы должны убедиться в том, что ваша стена идеально гладкая, если вам это требуется. проверяйте ее под лампочку с помощью фонарика. Второе правило. Внимательно проверяйте границу двух цветов. Линия примыкания цветов должна быть идеально ровной. И третье, самое важное правило. Нанимайте только профессионалов. Если вы взяли хорошего, опытного, профессионального маляра, значит, у него набита рука, и он все эти сложные, тонкие вещи сможет сделать наиболее качественными. не пытайтесь здесь сэкономить. Вообще, я вам так скажу. Если вы возьмете дорогого мастера, это, конечно, не гарантирует вам идеальное качество, нужно за ним смотреть. Но если вы возьмете дешевого мастера, это гарантирует вам низкое качество. Всегда, пожалуйста, помните об этом. А я вам желаю хороших мастеров, ровные стены, красивые примыкания и хорошее настроение после ремонта в своем доме. Удачи!